Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы сегодня начинаем наше очередное занятие по стелеметрии. Я пока сделаю демонстрацию экрана. Сегодня у нас новый участник Андрей. Андрей, пожалуйста, расскажи, ты откуда, сколько тебе лет, где учишься? Я в Штатах. Я сейчас делаю алгебру. У нас сейчас не алгебра, у нас стелеметрия сейчас. А ты в каком классе? Вы стелеметрии уже проходили? Нет, я в десятом. Уже должны быть хоть немножко проходить. По-моему, в следующем году. Хорошо. Давайте начнем. Значит, у нас пока есть две задачи. Давайте почитаем условия. Давайте подумаем, как мы ответим на эти вопросы. Все видны условия? Алло, ребята, условия все видны? Хорошо. Смотрите, у нас получается, что мы цилиндры рассекаем плотностью параллельно его оси. Если немножко непонятно, можете нарисовать. Вместо много. Нету функции рисования. Нет функции рисования. А вот так вот можете нарисовать. То есть у нас цилиндр, плоскость, сечение параллельно оси цилиндров. Андрей, ты тоже можешь рисовать. Место много? Она снова. Какая фигура является? Кто там присоединился? Сара. Замечательно. Мне кажется, что это прямоугольник. Так, у кого еще есть какие варианты? Пока я лишь думаю. Возьми меня, пожалуйста, нарисуй. Прямоугольник. Откуда он берется? У кого еще есть? Сара, здравствуй. Ты тоже. Ну, смотри. Я попробую нарисовать. Так, Саша. Значит, ты очень близок к разгадке, но немножко не так нарисуй прямоугольник. Чуть-чуть по-другому. Смотри, цилиндр, плоскость параллельно его оси. Плоскость параллельно его оси. Но ты понимаешь, что это не все сечение. Это только его глядовую часть. Ребята, давайте порисуем. Сара, все хорошо. Возьми нарисуй. А или у тебя не получается. Тогда знаете, что Саша нарисовал правильно, но не совсем. Это можно нарисовать или вот так вот, сечать плоскость. Вот там она рассекает цилиндр. Вот так вот. Вот, всем понятно. Вот плоскость параллельно его оси. Ребята, всем ли понятно? Да. Отлично. Тогда дальше. Либо вот так вот можно. Таких прибугольников может быть еще много. Вот понятно? Да. Хорошо. Следующую задачу. Мы выбираем. Следующую задачу. Следующую задачу. Спасибо. Хор до основания. Попробую нарисовать сечение. Попробую нарисовать сечение. Да. Ребята, посмотрите, пожалуйста. Всем ли понятно, что мы делаем? Хорду, пожалуйста. Вот хорда. Я сейчас ее синий нарисую. Сара, понятно? Да, спасибо. То есть хорда – это, смотрите, это не диаметр, это диаметр, только она проходит не через центр. Вот если бы это был бы диаметр, хорда соединяет две точки на окружности, но не через центр. Через центр – это диаметр. Согласны? Да. Семь, мне все понятно? Да. Отлично, тогда идем дальше. Сейчас у нас будет задача, которую в прошлый раз мы не решили. Сара, может быть, ты пробовала ее дома дорешать? Не пробовала? А, нет. Ладно. Это вот задача. Мы когда в прошлый раз с вами решали ее, мы с вами не заметили одну очень важную вещь. Ну, тем более, уже было поздно, мы уже были уставшие, уже окончалось время. Давайте нарисуем еще раз. У нас есть прямая призма. И что в основании? Нет. В основании треугольник. Какой треугольник? Равнобедренный. И прямоугольный. Давайте его нарисуем. Давайте посмотрим, какой шелкопризм. Какой вообще призму? Почему у нас... Почему у нас... Саша, я знаю, что... Возьми, пожалуйста, аккуратнее нарисуем, чтобы у нас основания были визуально изинаковые. Все-таки у нас сейчас есть просто обратно. Ну, как? Ну, да. Ну, да. У нас нет. Да. Какой человекаiero. Ах. Ра́к. Ах вы девыка. Ужар харевно. Да. Ах. Хорошо, пожалуйста, давайте вместе, что нам известно. Эти все стороны равны. Первый вершин АВ. Есть. Первый вершин АВ. Нарисуй, пожалуйста, этот угол. То есть АС равно А1С1? Да. АС и С1В равняется В. И нарисуй, пожалуйста, этот угол, составляющий 60 градусов плоскостью основания. И, ребята, смотрите, у нас опять получилась задача. Нам нужно найти угол между костями. И сейчас Саша очень, значит, хорошо, Саша, сделал все правильно. Давайте я для тех, кто пока Саша рисует, я тоже нарисую. Вот, допустим, у нас две плоскости. Нужно, как сделал Саша, провести перпендикуляры. Нужно провести перпендикуляры к этим двум, нет, не к этим двум. Плоскость к линии пересечения этих плоскостей. Тогда угол между этими вот прямыми перпендикулярами, это и будет угол между плоскостями. То есть у Саши еще тут прямой угол будет. Тут тоже будет прямой угол. Ребята, всем ли понятно, что мы сделали? Что сделал Саша? Андрей, все понятно? Да. Если есть вопросы, спрашивай. Ладно. Хорошо. Хорошо, Андрей, если будут вопросы, спрашиваем. А мы пока дальше будем решать. Хорошо. Это 6. Давайте, что еще можно идти? Ну, дальше все же ясно. Там не будет рим. Давайте я деленесу треугольник. Какой-то будет точка K, C1, и там у нас будет точка C. Это будет 60 градусов. Это 6. Как-нибудь еще хоть что-нибудь? У нас тут вот эта сторона. Вот эта сторона даже половина. К, C1, это 6. Да, это половинка пистоноза. Да, тоже будет 6. Но нам нужно найти вот в этом треугольнике, чтобы перейти к основанию. К, C1, это 6. Ну, здрасте. Почему 6? 6 – это длина по условию бокового ревропризма. Это 60. Ну, наверное, надо обозначить. Ну, потому что… Ну, потому что… Нет, непонятно. По какой стереоиме, Сара? Ну, пожалуйста, поясни. Пифагор. Да, по стереоиме Пифагора. Андрей, тебе понятно? Да. Хорошо. Ну, я немножко расскажу. Хорошо, я еще раз для тебя расскажу. Это будет 2X, это X. Можно ставить уравнение. Пифагора 2X в квадрате равно X квадрат плюс 6 квадрат. И отсюда найти X. Вот X получается это вот. Это будет 2X. Вот так вот. Тогда идем дальше. Что мы еще дальше можем найти? Это мы нашли КЦ. КЦ и КЦ1. Да. Что дальше можно идти? Дальше можно идти. Что там дальше можно идти? Тут все уже понятно. Ну, тут, ну, гонить вырежать. Вот, как раз, у нас здесь на КЦ. Что, никого нет, нет людей? Алло. Никого нет людей? Нет. Давайте отдельно нарисуем основание АВЦ. Прямоугольник у нас прямоугольный треугольник. Слушай, пожалуйста, прямоугольный треугольник. Это наделим. Прямоугольный треугольник. Ставь, пожалуйста, буковочки. С. Замечательно, что мы знаем и что чему равно. Значит, Сара, там все гораздо проще. Сара, ты меня слышишь? Там все гораздо проще. Саша, еще, пожалуйста, что здесь еще известно? Ты еще упустил, как минимум, одну важную вещь. А даже может быть две. Что, вот это ЦК, это высота? АК нет. АК это у нас… Я говорю ЦК. Да, ЦК, высота, хорошо. И медиана тоже. И медиана, и что еще? Сектриса. И бисектриса. Да. Хорошо. А что мы знаем про АК? Во-первых, АК, КБ. Угол А, угол В. Да, правильно, АК равно КБ. Значит. Угол А, угол В. Ну а что, получается, что это ЦК? Угол А, ЦК. И угол В, ЦК. Что мы знаем про ЦК? Ну что, они тоже равны. Они тоже равны. Сколько они равны? 45 градусов. Да, 45 градусов. И да, в треугольнике АК, Ц. Что мы… В треугольнике АК, Ц. Сара уже поняла суть дела. Да, треугольник АК, Ц. Он какой треугольник? Он тоже равнобедренный. И получается, что у нас АК равно КЦ. АК равно КЦ, равно КБ. АК равно КЦ, равно КБ. А что не так? Ну да, потому что АЦ-то равняется ЦБ. АЦ… Да, равняется ЦБ, правильно. Да, отмечено. Отмечено. Вот, все, нашли АБ. Да, 12 корнистру. 12 корнистру. Это мы нашли гипотенузу основания. Значит, ребята, у нас получилось очень много. Вообще-то, Сара, внимательно посмотри, что у тебя тут получилось. 12 корнистру. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А может, она имеет в виду, что это 12 корнистру. Ну, что это АБ целое? Ребята, меня есть у нас принцип. Я пока посчитаю… Я пока посчитаю… Прошлое? Да, прошлое. Там деление должно быть. Значит, у нас получается очень большое число. Почему 4х в квадрате, я не думаю. Альда, сколько нужно, да. Минус х квадрат. Получается… А почему 3х? 5х, так сказать. Да, 5х, точно. 5х в квадрате равняется 36. А дальше? 36 в пятом. А почему 4х в квадрате? Потому что это 2х, слушай. Еще раз. Это 2х. Согласны? Да. 2х. Квадрате – это 4х в квадрате. Согласны? 6 в квадрате минус х в квадрате. Получается 36 в пятом. Х в квадрате равно… 6 в квадрате плюс? Нет, здесь минус. В чем минус? Плюс тоже. Да, должен быть плюс. Это же 4х в квадрате дать гипотенузу же. Да, гипотенузу. На 3. Саша, я что-то… Ладно. Между троих. Это… Так, хорошо, хорошо. Телить на 3. Это можно потерять уже. 12 будет. Х в квадрате равно 12. Х равно… 2 корня из 3. 4. 1. А там будет 4 корня из 3. Я вижу, что… То есть, видите, я вижу, что у нас получается обо что. Я поэтому решил пересчитать. Ну, ну… АЦ1 равно 4 корня из 3. Саша, где-то ошиблась. А где… Уже непонятно. Мы уже не узнаем. Ну, всегда получается. То есть, Саша, знаю, что… То есть, я что-то… Ну, мне показалось, что тут в знаменателе корень из 3 не может появиться. А почему там 4 корня из 3? Потому что это… Это же… Вот. Вот это х 2 корня из 3. А это 2х. 4 корня из 3. Не ламп. Поэтому у нас получается, что у нас наша АБ тоже 4 корня из 3. Нет. Это 8 корня из 3. Это 8 корня из 3. Значит, смотри, Саша. АЦ – это 2 корня из 3. Согласна? АБ – это 2 раза больше. 4 корня из 3. Но 6 корня из 3 – это и есть 2 корня из 3. Так, 2 корня из 3. Не понял. Нет. 6 корня из 3 умножить на 3 будет. Это поделить на 3 будет. Так, стойте. 12 разделить на корень из 3 равно… 12 умножить… Это одно тоже. 4 корня из 3… Кстати, одно и то же. 4 корня из 3. Только не 12 корней из 3. То есть тут должно быть… Вот тут вот. Сейчас тут правильно. Но должно быть деление. Да, вообще согласен. То есть, ну, Саша, ты понимаешь, в чем здесь прибыл. Я не понял, куда взялся я какой-нибудь из 3 знаменателей. Значит, перечитываясь, у меня получилось другое. Просто не вывела из 3. А потом оказалось, что это было правильно. Ну, короче, разбрались. Да. Значит, ребята, всем ли все понятно? Есть у вас вопросы? Понятно. Ну, нам надо еще же… Это еще и задача не решена. Почему? Найти длину АБ. А, длину АБ? Да-да-да. Нам нужно было найти АБ. Почему там 4 корень из 3 написали? Где? Здесь. Не вижу еще где. Это не это, Саша писал. Конечно. Ну, к чему это относится, я не знаю. 4 корень из 3. У нас получается КЦ1, получается АБ. АБ. Ну, это АБ относится. Ну, да, наверное, АБ. Значит, иначе корень из 3, верно. Что получается? Еще раз. Да, это верно. 12, деленное на корень из 3. Правильно. Просто я не понял, кто берется корень из 3. Взнаете. Да. Все ли все понятно? Есть ли вопросы? Нет вопросов. Тогда я выбираю. Следующая задача, она будет очень похожа. Здесь очень похожая задача. Похожая задача. Что нам не хватает, адресуем. Редактор субтитров. Можно сделать обратное действие. Между чем и чем нужны эти плоскости сечения и плоскостью основания. И мы знаем длину бокового репропризма. И мы знаем длину бокового репропризма. И мы знаем длину бокового репропризма. Если цель 90, то просто… Давайте, знаете, что найдем? Давайте найдем угол C1. Честно говоря, без разницы. Давайте… Как вообще можно найти угол? Какие есть предложения, как найти угол? C не 90 градусов? А я не знаю… Нет, C… Какой именно из C? У нас C много. Она имеет в виду вот этот. Да, это 90, правильно. А как нам дальше найти какой угол? Нам надо найти сначала угол C1. Сара, хорошо. Это все понятно. А как ты найти угол? Любое. Вот это угол или вот это угол? Или вот это угол? Или вот это угол? Как ты… А как ты придавишь? Какие есть предложения? Так. Сара предлагает по 7 пешкоров. Хорошее предложение. Это у нас получается 36. Получается, что у нас это гипотенуз равна 6. Ну… Это явно не 30. Нет… Ты сдался. Ну, это да. То есть, получается, что катет, ему просто бежащий, равен половине гипотенузы. То есть, ну, получается, что катет, равен половине гипотенузы, просто лежащий угол, равен 3 градусов. Значит, задача решена. Задача решена. А давайте еще делаем по-другому. Давайте через тангенсы. Тангенс угла альфа – это отношение чего к чему? Кто помнит? Что такое тангенс? Отношение катета? Катета к прилежащему. Какого катета? К какому? Пролежащего к оставшемуся? Нет. Противолежащего? Противолежащего. К прилежащему. К прилежащему. СМ. Это получается 3. У нас 3 в корне из 3? В корне из 3 это сокращается. Остается 1 деленый на корне из 3 равно корне из 3 на 3. вот согласны сейчас самое интересное это какой-то угол 30 30 вот все мне все понятно да вот замечательно тогда убираю решаем что-нибудь еще а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, тут знаешь, что... Четырехгольный... То есть в основании... В основании лежит четвергольник... Ну квадрат в основании... Четырехгольник... Все равно неправильный вариант... Правильно... Здесь свет будет... Неол, все грани равны... Смежные и несмежные... Они все равны... Это синусоиды? Это... Смежные и несмежные... Четырехгольник... 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 Сейчас очищу... Чищу место... Четырехгольник... Ой, я... Четырехгольник... Извините... Четырехгольник... Четырехгольник... Польше... Четырехгольник... Плоскостью... Параллельнее... Остей цилиндра... На 80... То есть площадь того самого прямоугольника. Да, площадь прямоугольника. Площадь сечения цилиндра. Пожалуйста, нарисуйте, кто-нибудь нарисуйте самую плоскость. Эй-эй-эй-эй-эй, знаете, что давайте сделаем? Нам не хватает, знаете, чего? Нам не хватает. Давайте я это уберу. Давайте нарисуем вот так вот. Что я сделал, понятно? Да. Да, ребята, всем ли все понятно до этого места? Что мы делаем? Так, это 12. Значит, смотри, тогда это вот один. Ребята, вот смотрите сюда. Мы с вами вот такое вот, может быть, решали. Это, возможно, было давно. Давайте посмотрим вот на эту вот зону. Что мы в ней можем найти? Поставим буковки, допустим, здесь. Здесь О, здесь А, здесь Б, С и Д. Что мы в этой зоне можем найти? Что ли, А, Ц или А, О? Да, А, Ц и А, О. Может быть, кто-нибудь помнит как? Как нам это найти? Ну, не, что ли? Ну, да. И через этот. Значит, Сарат отлично все правильно сделала. Давай нарисуем вот отдельно. Сонид, нарисуйся, пожалуйста, эту зону, которую я объявил, отдельно. Только знайте, что нам необходима окружность. Давайте это уберем. Синец, пожалуйста, я это убрал. Давайте нарисуем окружность. Нарисуем окружность. Вот это наша плоскость. Наша плоскость. Ч, Ц, Д, О, А, Б. И смотрите, ребята, это 12. Это 1. Есть такая теорема, что эти вот куски радиусов, если их перемножить, А, Б умножить на АО равно АЦ умножить на Д. Что, Сара? Я сказала то же самое. Да, хорошо. Но тут как бы есть такая штука, что нам нужно доказать, что у нас АС равно АД. Почему? Они могут быть неравны? Значит, Саша, нет, не могут, они равны. Ну-ка, давайте докажем, почему? Ну, потому что это расстояние, это центр, это не может быть. Это радиус. Это радиус. У них вообще углы. Это общая сторона. Смотрите, ребята, это равенство треугольники прямоугольные. Треугольники прямоугольные. И они равны. Это Катя, это сторона. То есть Катя, это эгипотенуза. И эгипотенуза. Либо дальше. У нас получается, что у нас треугольник равнобедренный. Равно этому. И получается, что все углы равны. Согласны? Согласны. Получается, что АС равно АД. Поэтому я эту АД выбираю. У нас получается АС в квадрате. АС в квадрате равно ИСТ1. Получается АО в квадрате. Получается АО. Нет, просто АО. АО умножить на 1. Равно 12. Согласны? Да. Получается, что у нас АС равняется 2 корня из 3. Согласны? Да. Вот. Тотач остался идти в Сатун. Ага. Тогда АС равняется 4 в корне из 3. Да, СДР значит 4 в корне из 3. Нам нужно идти в Сатун. Как вы думаете? Как вы думаете? Тут осталось сделать одно действие. Вы думаете, через площадь? Да, конечно. Вы записали сначала формулу площади прямоугольника? Так что там, АНО Б умножить? Сторону, сторону, сторону. Получается, высота равняется... Что покажу? Площадь поделить на сторону. Площадь поделить на СД. Сторону 80 разделить на 4 корни из 3. Это получается 20 делить на корень из 3. И 0 на корень из 3. Получается 20. 20. 21 корень из 3. Всем ли все понятно? Вот такой отец. Поняла. Всем ли все понятно? Да. Так, тогда мы отобираем. Сколько у Сарел захотела изучить тенгенсоиды? Давайте попробуем. Убратно изучить файл. Значит, что надо сделать вот что. Я сейчас сам почитаю условия. Потому что у меня здесь его нет. Я его не фотографировал. Смотрите, нужно делать вот что. Укажите рисунок, на котором изображен график функции. y равно косинус x. Надо сделать вот что. Кость из графиков y равно косинус x. Да, правильно, Сара. А почему? Потому что это косинус изображает. А почему так? Почему вот так, а не вот так вот? Косинус 0 градусов 1. Да, правильно. Потом он убывает до пина 2. Пина 2 – 0. А какая разница между этими? Потому что здесь начинается из нуля. Синус 0 градусов равняется 0. Вот он у нас. Синус 0 градусов. Понятно? Разница между этими? Значит, смотри. Вот здесь вот. В точке 0. Значит, если x0, фрукция равняется 0. Видишь? Да. Здесь, если x0, фрукция равняется 1. То есть это синус, а это косинус. Я спрашиваю между а и в. Между чем и си, еще раз. Это тангенс. Тангенс – это тангенсоиды. Там, где пина 2, он не существует. Спасибо. О, все понятно. Да. Все понятно. Давайте на сегодня закончим. Есть вопросы? Спрашивайте. А почему тангенсоиды? Тангенс именно так? Я сейчас тебе не объясню. Сара, знаю, что если тебе интересно, возьми дома сам треугольник. Построй. Или даже не треугольник, или треометрический круг. И через отношения. Ну вот, допустим, у нас. Сейчас. Сейчас, ребята, я попробую объяснить. Сейчас. Допустим, первое, что мы возьмем, это 30 градусов. Допустим, это у нас 1. Это у нас 30 градусов. Тогда чему равняется этот катет? Одна вторая. Одна вторая, правильно. Чему равняется нижний катет? Корень из трех на два. Да, корень из трех на два. Так, это у нас получается 30 градусов. 30 градусов. Это получается тенденция. 30 градусов. Это... Это получается отношение 1 и 2 Корень из трех на два равно 1 и 2 Он может на два привести. Что я сделал, понятно? Да. И вот так вот вычисляются, допустим, тангенсы всех углов. Также можно взять и тангенсы. Тангенс, допустим, 45 градусов. Чему будет равен? 1 Тангенс 60 градусов. Это треугольник будет наоборот. Получается, что мы берем вот такой треугольник. Мы делим наоборот. Мы делим корень из трех на два. Мы делим на одну вторую. И получается корень из трех. А тангенс 90 градусов Чему равен? Тангенс 60 градусов. Чему равен? Нет такого. Он не существует. Ребята, не существует. А почему? 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 Он сам уже катит. Потому что, смотрите, потому что, когда получается этот вот катит, на который мы делим, он получается равен нулю. На ноль делить нельзя. Согласны? И поэтому у нас вот этот вот в этом месте тангенс не существует. Поняли? Да. Если мы захотим построить график, то у нас получится вот что. Я это все уже уберу. Нам уже не нужно. У нас получится вот что. Значит, здесь у нас, скажем, будет 30 градусов у нас получается 1 делить на конь из 3. Кто-нибудь, посчитайте, пожалуйста. Например, 0,55. 0,57. Да, 0,57. 0,5. Значит, дальше. Что-то у нас будет 1. И если 60 градусов, то будет сколько? Корень из 3. Где-то будет 1,7. 1,8 примерно. Вот и получается такая тлиня. И надо, она стремится, но она к ней стремится и не приближается. Вот, ребята. Поняла. Спасибо. Поняла, Сара. Если хочешь, то мы можем... Нет, в следующий раз. Если будут такие вопросы, то задавай. Хорошо. Постараюсь посетить. Давайте на сегодня заканчивать. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. А, ребята, знаете что, следующий раз, я не знаю, будет ли занятие. То есть, скорее всего, будет. Но если, ну... Вы, пожалуйста, следите за каналом в Телеграме. Я там дам точную информацию. Хорошо. Все, до свидания.